устал друзья после тренировки всем привет хочу сегодня поговорить с вами о такой очень важной теме как ширина хвата когда я тоже только начинал тренироваться у меня в голове была куча мифов к примеру что чем шире браться при тягах груди за голову раньше я делал тяги и за голову тоже сейчас не делаю вообще не практикую нет в этом смысла то тем шире ты будешь никак это не обосновывается и не имеет под собой никакой научной базы почему а сами подумайте когда вы широко беретесь что меняется на самом деле в упражнении меняется амплитуда она становится короче это минус вам становится неудобней это тоже минус потому что вы будете работать с меньшим весом мне повезло я постоянно не останавливался постоянно старался развиваться учиться читать любую информацию которую только мог на найти к сожалению раньше это были только журналы сила и красота flex muscular development iron man но хорошо что хотя бы эти журналы были и кое-какую информацию оттуда полезную тоже черпал очень много полезного до сих пор актуального вы можете почерпнуть от доктора любера поверьте если вы будете тренироваться так как он советует вы будете достигать серьезных результатов все то что сейчас выплескивается от фитнес-сообщества кошмарит просто люди не понимают о чем говорят свое время мне попался очень кстати вовремя видеофильм кровью и потом от дорио на ядце а я считаю его одним из самых лучших и грамотных специалистов человек который подходил ко всему очень очень грамотно извиняюсь за тавтологию за такое слово но грамотно в плане того что старался понять изучить весь процесс анатомию физиологию биомеханику и он тогда еще сказал относительно хвата к примеру в тягах на спину многие ведь советуют делать широким хватом а у дорио на наверное еще долго будет оставаться спина образцом показателем мощи ширины прокаченности я думаю ни у кого не возникает сомнений в том что дорио грамотные специалисты плохого не посоветуют и он тогда очень очень просто объяснил почему хват должен быть узким во первых узкий хват самый анатомически удобный для вашего тела когда вы делаете тяги о чем это говорит это говорит о том что вы можете сосредоточиться целиком и полностью на выполнении упражнения и работать с максимально возможными для вас весами а чем больше вес вы знаете тем больше будет и отдача кто бы что не говорил поверьте если вы делаете тягу к примеру 50 килограмм на 12 повторений ваша спина чтобы вы не делали будет всегда меньше того парня который делает 100 а тот который делает 150 на те же 12 повторений естественно будет еще больше это я не понимаю как можно это оспаривать и говорить о том что веса не важны веса важны и сила важна конечно если ты химик ты можешь вообще там задрачиваться этими тренажерами гантельками но это и химический бодибилдинг показывает что те ребята которые работают с серьезными весами достигают большего дорио коллиман брэнч ворон шварц франка коломбо вы можете сами посмотреть и оценить как выглядят те или иные спортсмены бодибилдеры почитать о них по их не силе силовых показателях и сделать выводы поэтому если вам кто-то когда-то говорит что для спины для широчайших мышц лучше делать хватом пошире неважно в горизонтальной или вертикальной тяги человек ничего не понимает возможно хочет вас ввести в заблуждение для того чтобы впаривать вам свои индивидуальные для каждого программы тренировок а вы знаете что я говорю о индивидуальности все это чушь на всех на нас действуют одни и те же силы физические законы биохимические законы поэтому говорить о какой-то индивидуальности в плане тренинга просто смешно плане питания да это имеет под собой почву и должно быть индивидуальным но не в плане тренинга по крайней мере если вы не являетесь выступающим спортсменом индивидуальный тренинг нужен только выступающим спортсменам сидящим на фармакологии для того чтобы подгонять ту или иную мышечную группу под необходимые каноны своей категории ну и вообще текущего времени это нужно четко понимать так что друзья никогда не беритесь очень широким хватом идеальный хват при прямом хвате это хват чуть шире ширины ваших плеч при этом хвате вы сможете максимально нагрузить свои широчайшие мышцы это если я говорю сейчас о вертикальных тягах груди вы можете показать вернее ваша мышца широчайшая может показать при таком хвате максимально возможную силу при максимально большой амплитуде а большая амплитуда как и большой вес вы знаете очень и очень важны если мы говорим о горизонтальной тяги в тренажере сидят то естественно это будет узкий хват чем уже тем вы больше сможете проявить свою силу при определенном необходимом количестве повторений это тоже нужно очень четко понимать но смотрите еще один очень важный момент я часто вижу уважаемые мной спортсмены тот же кайгрин делает это но я вам это не рекомендую делать это то же самое что делать гильотину для плечевых суставов никогда если вы работаете обратным хватом не работайте хватом широким даже на ширине плеч будет не очень комфортно лучше работать более узким хватом а широкий хват когда вы будете работать обратным хватом в широкой постановке рук на грифе штанге или в тренажере неважно вы провоцируете травму ротаторной манжеты другими словами вы провоцируете травму плечевого сустава это очень нехорошо скажется вы знаете вы потом будете страдать плакать но ничего уже не изменить к сожалению если вы получите травму ротаторной манжеты плеча залечить ее вылечить невозможно даже к сожалению не помогут гормоны роста придется делать операцию сколько стоит такая операция качественная вы понимаете даже здесь в штатах я узнавал у меня проблемы с ротаторами я был бы вынужден 68 месяцев отказаться от нагрузки на плечевой сустав представляете вам это нужно зачем стоит ли такие эксперименты того то же самое друзья если вы не понимаете с каким хватом работать в жимах жимах штанги жимах на тренажере для дельт то нужно ориентироваться на комфорт комфорт при выполнении движения вас не должно выкручивать в суставах вы не должны чувствовать малейший дискомфорт плечевом локтевом суставе это будет гарантированно говорить о том что вы работаете с максимально правильной для вас техникой в идеале ваши предплечье при любых жимах должны оставаться параллельны друг другу и перпендикулярный полу параллельны друг другу и перпендикулярный полу что касается жима узким хватом на трицепс я часто вижу что берутся очень узко касаясь ладонями касаясь кистями рук это неправильно во первых вы изламываете свои суставы вы ломаете биомеханику движения вы не сможете показать максимально рабочий вес возможный при таком при такой постановке рук и я рекомендую вам браться пошире беритесь для начала на ширине плеч это будет узкий хват это будут работать трицепсы потом если вам нужно можете взяться еще на пару сантиметров уже но уже смотреть на то как себя чувствуют ваши кисти как себя чувствуют ваши локти и как себя чувствуют ваши плечевые суставы для чего я это все говорю естественно друзья в первую очередь это все направлено на сохранение здоровья ваших суставов посмотрите сколько людей жалуются на то что болят суставы коленные локтевые и списывают это все на базу да на тупость свою нужно списывать и на глупость ваших инструкторов при грамотном тренинге ваши суставы будут только укрепляться вы никогда не будете чувствовать никакого дискомфорта вы будете получать удовольствие от тренинга работая с серьезными весами и не будет у вас ничего ныть болеть хрустеть трещать так что друзья пересмотрите этот ролик если он вам нужен переосмыслите технику выполнения тех или иных движений все это очень важно не только для того чтобы вы получали эффект от ваших тренировок но в первую очередь чтобы ваши тренировки не навредили вам чтобы вы не получили травму и завтра не прекратили свои тренировки для того чтобы вы продолжали тренироваться не пополнили ряды этих горе качков которые будут потом жаловаться при причитать и обвинять во всем генетику и химию друзья без фармакологии можно и нужно показывать хорошие результаты для этого нужно грамотно тренироваться что это значит это значит нужно подбирать минимум базовых упражнений это значит нужно соотносить возможности своего восстановления питания для того чтобы составлять план тренинга но не наоборот поверьте у каждого из нас разные возможности кто-то учится и работает кто-то много работает мало есть плохо спит о каком силовом серьезном тренинге может идти речь нет при таком режиме вы можете просто и должны ходить в зал как на лечебную физкультуру погонять кровь разогнать ее размять суставы но ни в коем случае не думать об интенсивности по поднятии тяжелых весов пока вы не сможете соотносить свое восстановление и питание и другими словами свой режим жизненный вы не сможете подгонять под максимально идеальный вы никогда я не говорю не сможете они должны даже пробовать тяжело пахать в зале потому что это тоже может не только убить вашу иммунную систему перегрузить центральную нервную систему а вы уже знаете я не раз говорил каким последствиям это приведет то есть вогнать себя в жесткую перетренированность что только одна мысль о зале будет вызывать у вас тошноту поверьте я в сам прошел через это я сам был тупым глупым и и наступал на одни и те же грабли тяжело пахал рано вставал и думал что мало тренируюсь добавлял тренировок не мог вообще ничего делать у меня была хроническая усталость очень долгое время пахал пахал при этом вы знаете я очень мало употреблял фармакологию это сейчас я уже когда мне 42 года начал потихонечку курсить в первую очередь конечно для поддержания своего мужского здоровья но это отдельная тема если вам интересно пишите в комментариях ставьте лайки я обязательно сниму об этом отдельный ролик но друзья думайте всегда головой думайте наперед будьте стратегом будьте тактиком понимаете что для чего вы делаете самое главное как когда вы это делаете насколько грамотно вы отдыхаете очень просто спите вы семь восемь часов в сутки можете ли вы позволить себе отдохнуть я не говорю спать но прилечь днем минут на двадцать тридцать да даже хотя бы на пятнадцать пусть и не спать а просто чтобы закрыть закрыть глаза попытаться отключиться можете ли вы позволить себе кушать каждые три три с половиной часа можете ли вы себе позволить питаться качественными продуктами потому что если питаться не качественными продуктами это еще хуже на мой взгляд чем пропустить прием пищи по той простой причине что это вызывает ворох негативных последствий и будет способствовать не восстановлению а наоборот вы будете терять силы вот как нужно подходить к интенсивности своего тренинга мы так плавно до перешли от хватов к другим темам но все они между собой очень связаны поэтому я максимально подробно пытаюсь донести до вас суть грамотного тренинга даже не говорю сейчас натурального а вы уже сами делаете выводы кстати спасибо вам друзья нас на канале уже сто тысяч подписчиков ни одного накрученного подписчика кто бы чего не говорил можете проверить это сейчас есть программки посмотреть как у меня прибавлялось какое количество подписчиков все ровно я никогда не накрутил в instagram в ютюбе ни одного подписчика просто потому что боюсь того что канал забанят канал уже пятый год идет зачем нужно рисковать так что друзья спасибо что смотрите ставите лайки комментируете пишите благодарности спасибо хейтером их кстати осталось так мало что уже даже не так интересно какие нибудь такие беглые с других каналов иногда забегают остался один хейтер с ником даже не знаю что это означает может он как-нибудь расшифрует в общем друзья все что я делаю я стараюсь обучить вас всему тому что знаю сам и это в этом вижу именно основное назначение своего канала для этого я его и открывал так что друзья увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока и спасибо что смотрите вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от пяти процентов рич пиано чего здесь только нет и защита суставов и стимуляция выброса гормона роста напиток перед сном и различные формулы которые их еще не знаю естественно быть сашки различные реал фуд это я чередуя с бананом ем после тренировки сразу защита печени органов менталити но это я буду употреблять использовать перед хоккейными матчами для концентрации и вот давно мечтал попробовать яичный протеин кристаллизованный чистейший вообще отличная штука один из лучших источников белка вообще в принципе такие вот штуки много видите не знаю насколько мне хватит самому интересно потом как-нибудь расскажу вам почему я взял рич пианоская и как грамотно вообще сочетать какие продукты с чем что можно пить что нельзя